На дворе ноябрь, а чемпионат России по футболу можно сказать в самом разгаре. Во вторник состоялось общее собрание членов РФПЛ, но не для того, чтобы подводить итоги года. Сейчас перед Российской футбольной премьер-лигой стоит задача поважнее – составить календарь третьего круга первенства. Сделать это так, чтобы в итоге все остались довольны. Календарь первой восьмерки на собрании утвердили, а календарь второй изначально планировали составить посредством жеребьевки. Но она не состоялась, и все, что организаторы подготовили для ее проведения, так и не потребовалось. Руководителями клубов на общем собрании было решено взять за основу спортивный принцип, как у верхней восьмерки. Составление календаря из года в год – это тяжелая работа для РФПЛ. И хоть на этот раз обсуждали не весь сезон, а лишь календарь третьего заключительного круга, легче от этого не стало. Самое сложное при составлении календаря – это была плотность, нехватка дней, так сказать. Потому что участие клубов наших в лиге, в различных лиговских турнирах, дали матчи сборной команды. Это все надо было как-то уместить, а, простите, дней нам не хватало. Вот это было очень сложно, поэтому мы и начинаем очень рано. Это первое, третьего марта, по сути дела. И те два тура, которые мы проводим в этом, это тоже из-за того, чтобы как-то разгрузить весеннюю часть нашего календаря. Календарь составлялся при помощи так называемой таблицы Бергера, согласно которой команда, занявшая первое место, играет с последней, вторая – с предпоследней и так далее. Такая система в целом устроила всех. Все равно всем со всеми играть, поэтому были мелкие вопросы, они в ходе дискуссии были сняты. К слову, у Ольги Смородской есть повод для радости. В турнире молодежных команд по итогам 30 туров «Локомотив» занял первое место. А во время третьего круга у молодежи будет свой турнир, независимый от чемпионата среди основных команд. Я хочу поздравить свою молодежку с таким серьезным титулом впервые в истории «Локомотива». Наша молодежка выиграла молодежное первенство. Я хочу поздравить Владимира Семеновича Волчика, весь тренерский молодежный штаб. Хочу поздравить клуб. Большое спасибо за хороший футбол. И все же календарь – такая штука, которая нравится всем, просто не может. Как ни старается руководство Премьер-лиги угодить всем клубам сразу невозможно. Это были различные, так сказать, вопросы. И не то, что недовольство, а возможности найти какой-то компромисс. Я вам могу сказать, что пары составлены. В 31-м туре «Спартак», «ССК» и «Динамо» сыграют дома. Причем красно-белых ждет матч с железнодорожниками. 32-й тур все московские команды проведут на выезде. Матчи 31-го тура пройдут с 18 по 20 ноября. Матчи 32-го тура еще через неделю. Продолжение следует...